АПЛОДИСМЕНТЫ По пальцам, вот так вот, ну думаю, все, отбегался кролик-энергайзер. Сейчас он тебе батарейки-то отстрелит. Ну, скачали с дивана сверху, она халатик набросила, ну как бы уже цветая, понимаешь? А я рубашку, пиджак, а нижней части ни одной детали. Я же не знал, что за диван завалилось. Бегаю по квартире, ищу, ничего не могу дойти. Уже дверь открывается, я на кухню вбежал, спиной к окну сел, стол к себе подвинул, скатерочку на колени. Все. То есть, алиби сверху, все улики внизу. Слышу муж Веркин в коридоре, говорит, я такой голодный и злой, если кого убью, даже не пожалею. А я сижу, особых иллюзий не питал, сижу, жду смерти. В это время Вера, такая умная очень, говорит, а мы тут с Василием Петровичем, с нашим главным бухгалтером, годовой отчет составляем. Василий Петрович, идите к нам в коридор, и я Вас с мужем познакомлю. Думаю, Господи, я представил себе картину на секунду. Я со столом в Месси, иду в коридор. Это хорошо, когда тебя кистью художник на холсте пишет. А не дай Бог, следователь мелом на полу. Это мне зачем? Не успел я подумать, как бы сбежать. Вдруг, входит муж ее, входит, на меня посмотрел, подошел, протянул руку. Я чуть-чуть пристал, ну, чтоб не разочаровывать его. Вот. И сказал такое, отчего думал, сам умру. Я говорю, ну-ка, пока годовой отчет с Вашей женой не составим, я с нее не слезу. Неожиданно муж Веркин сказал, я такой же принципиальный руководитель. Вот вы пока годовой отчет с Верой не составите, она в полном Вашем распоряжении. Я думаю, Господи, если хозяин просит, что же мы не выполним, только желательно бы его отсутствует, чтобы остаться в живых. Вот. Присели. Муж говорит, Вера, на стол накрывай. У нас такой гость. И мне говорит, не возражаете, я ножик поточу. Ну, я и с тупым ножом, в общем-то, комфорта особого не чувствовал. Я говорю, точите на здоровье. Вынимает он вот такой тесак и начинает точить. Я один глазом на нож, другим на пистолет. И говорю, стреляете, небось, хорошо. Он говорит, с 10 шагов белки в глаз, элементарно. Я думал, что, каких 10 шагов. Руку протянул, глаз. И фамилия моя Белкин. Понимаешь? Тут он топор достал. И говорит, не возражаете. Ну, что вы возражаете. Когда, в общем-то, туша на лицо. Разделывать же надо острым топором. Ну, я говорю, может, вы и топор бросать умеете. Он говорит, с 25 шагов в дерево толщиной с вас попадаю, элементарно. Я посмотрел на входную дверь. Шагов 10. Думаю, не, не успею. В это время муж Веркин говорит, а за вашей спиной наш любимый говорящий попугай. Он что видит, то и говорит. Я эту общепанную курицу давно заметил. Смотрю, молчит. Наверное, слова подбирает. Не дай бог. В это время скрипнула дверь на кухню. Я посмотрел, вошел в такой небольшой бультерьер. И под стол ныр. Я посмотрел на Веркину мужу. Он сказал, да что вы, собачка у нас мирная. Обнюхает. Так, если какая мелочь ее заинтересует. Сказав, мелочь. Он что, обидеть хотел? Какая не есть мелочь моя? Верки всегда нравил. Вдруг скрипнула дверь. На кухню заходит кошка. Кошка и тоже под стол ныр. Я думаю, да господи, что же у них там? Музей, осмотр шедевра. Он говорит, да кошка у нас вообще игривая. Так, если что болтается, вцепиться не оторвешь. Я думаю, господи, это ж надо. Нашел себе женщину. Муж с пистолетом, с ножом, с топором. Говорящий попугай, собака, кошка. Вдруг звонок в дверь. Родители ее приперлись. Ходят на кухню, она говорит, познакомьтесь, Василий Петрович. Моя мама. Я кивнул старушке. Вера говорит, когда с женщиной знакомитесь, вставать надо. Я думаю, если я встану, старушка ляжет. Папа наглый гад оказался. Подошел, утернул меня за руку. Я чуть-чуть пристал. И в это время попугай как заорет. Попка, попка! Веркин муж сказал, он в жизни себя никогда попкой не называл. Я думаю, это слава богу, он вам остальное не рассказал, чего видел. В это время опять скрипнуло дверь, и на кухню зашел тот же бультерьер. А в зубах у него была вся моя нижняя часть одежды. Я понял, мою жизнь может спасти только элемент неожиданности. Я резко встал и сказал, вынужден вас покинуть. Извините, дела. И резко вышел с пятого этажа в окно. И ничего страшного, что у меня сломана нога. Шрам от топора в спине. И пуля в жуткой части тела. Но теперь ни к одной женщине я ни ногой без запасного комплекта одежды.